Строительство новых детских садов. Реконструкция уже существующих должно решить проблему нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях. Перемены к лучшему не обошли и наш город. К концу года в Лобнинских детских садах должны появиться 300 дополнительных мест. Тему продолжит Наталья Лопатина. Сложно представить, что еще буквально несколько недель назад в коридорах детского сада «Колокольчик» звучали голоса малышей, и жизнь здесь стекла привычным руслом. Начавшаяся в первые дни июня реконструкция изменила облик здания до неузнаваемости. На стадии разработки проекта строители учли все пожелания. Побещения спроектировали так, чтобы они были удобными и комфортными как для сотрудников, так и для воспитанников детского сада. Пожеланий очень много, поэтому прислушиваются к нашим. Несколько раз мы всегда собираемся, говорим, вот это здесь, вот это вот так должно, вот это. Так что в этом они прислушиваются все. По оснащению оборудования тоже мы свои предложения вносим. Стены, некогда разделяющие кухню, медицинский кабинет и прачечную, снесены. В скором времени всю эту объединенную площадь будет занимать один большой пищеблок. На заднем дворе детского сада, там где располагались веранды, заложили фундамент нового двухэтажного корпуса, который будет соединен со старым зданием длинным коридором. Благодаря новостройке площадь дошкольного учреждения увеличится на тысячу квадратных метров, а это в два раза больше предыдущих размеров. Здесь будет располагаться медблок, изолятор, процедурный и медкабинеты. Сюда же переедет прачечная. Наконец-то в детском саду появится отдельный физкультурный зал. До сих пор все спортивные и творческие занятия проходили в одном помещении. Но самое главное, увеличенная площадь позволит дополнительно набрать четыре группы, а это около ста ребятижек. Но есть в преобразованиях и не очень приятные моменты. Уже в ближайшее время детскому саду потребуется увеличить штат сотрудников. А набрать его, как оказалось, совсем непросто. Дресс-кадрами, конечно, проблемно и никто не хочет. Ну так и есть, конечно, ищем где-то своих кого-то, что приглашаем. Думаем, что наберем, нужно будет открывать. Согласно графику, ремонт в старом здании должен быть закончен к середине августа. Но учитывая объем работы, сотрудники дошкольного учреждения опасаются, что не успеют уложиться в срок. Застройщики же, в свою очередь, просят не беспокоиться и обещают, что в начале нового сезона, 1 сентября, воспитанники детского сада смогут вернуться в родные стены. А в конце декабря отметить новоселье в новом корпусе. Наталья Лопатина, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков для программы «Акцент».